Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 9 декабря По народному месяцу слову Юрьев день, Егорий холодный В этот день христиане вспоминают об освящении собора святого Георгия Победоносца в Киеве, 1051 год На Руси дважды в год Егория поминают, посвящая оба праздника памяти Георгия Победоносца, 6 мая Егория Вешнева, а 9 декабря Егория Холодного До установления на Руси крепостного права день 9 декабря по новому стилю считался сроком возможного перехода крестьян от одного помещика к другому Нужно было лишь предупредить бывшего хозяина о своем желании за неделю до Юрьева дня Уплатить владельцу земли за пожитое, особую пошлину за пользование земельным наделом и двором И с чистой душой отправляться в другую водчину на поиски лучшей доли Соборное уложение 1649 года раз и навсегда запретило подобные вольности, закрепив крестьян за владельцами тех земель, на которых они до сей поры проживали, хоть и скудно, но свободно С этого времени пошли гулять по свету горькие поговорки, сохранившиеся и до наших дней Верстался мужик на Юрьев день родить о боярском добре, да и засел, как берюк в норе Срежалась баба на Юрьев день погулять с барского двора, да дороги не нашла Или вот тебе бабушка и Юрьев день Но что было, то прошло А в памяти народной не только пословицы и поговорки о потерянной волюшке вольной сохранились На Руси в память святого Георгия в этот день чтили воинов, кавалеров Георгиевского креста Это был праздник мужества и силы Возможно, поэтому появился обычай на Георгия вести слабых мужчин и парней в баню, парить их дубовыми вениками Дерево с древности символизировало крепость, силу и мужество И смазывать растопленным волчьим жиром Считалось, что так человек впитает в себя крепость священного дерева и исполнится звериной смелостью Егория считали повелителем волков и охранителем скота Именно к нему обращались, чтобы хищники не нападали на домашних животных В народе замечали, что в Юрьев день волки начинают ходить за добычей к деревне И люди по этому поводу говорили, что у волка в зубах то Егорий дал Медведи же, напротив, с этого времени засыпали самым крепким сном в своих берлогах А еще в это время старики подслушивали воду в колодцах И если была она тихой да сонной, ждали зимы теплой, безветренной А коли слышались из колодцев с хлипы да хрипы, да вода шла рябью То готовились к лютым морозам со вьюгами и метелями Еще усерднее обивая двери войлоком, конопатя окна и погреба И примечали Если Егорий с мостом, Никола с гвоздем, с сильными морозами, то есть Волк воет поблизости от жилья к сильным морозам До Егорьева дня бывает иней, то сев овсов в будущем году окончится 6 мая А еще добавляли Зима глаза снегами тешит, а уши холодом рвет Здравия и счастья вам, славяне! Братья-месяцы Субтитры создавал DimaTorzok